Соломули, герои Нексуса, с вами Микаэл и это гайд на Блейза. В этом видео я расскажу вам, что из себя представляет этот герой и как вообще на нем играть. Поехали! Во-первых, сразу же определим его роль. Блейз в Ходсе используется в качестве соло-лайнера. Как боец, он занял свое место среди офф-танков. У него не так много урона, как, к примеру, у Сони, чтобы считаться брузером, но и по выживаемости он не дотягивает до мейн танка, Мурадин или Диабло покрепче будут. Если уж совсем коротко, то огнемячик это достаточно крепкий герой с хорошим массовым контролем и небольшим мультитаргетным рассредоточенным уроном. Как соло-лайнер играется не агрессивно и скорее нужен там, потому что его вряд ли убьют, нежели за тем, чтобы передамажить оппонента, ему такое с рук вряд ли сойдет с его дэмэджем. Ну, давайте уже к способности. Струя огня имеет низкий кулдаун, ее можно свободно спамить, но для нанесения максимального урона нужно, чтобы обе струи поразили цель. Придется попрактиковаться и привыкнуть к скорости полета снаряда. Вам также понадобится эта обилка, чтобы поджигать лужи мазута. Достаточно просто задеть струю огня этот самый мазут. Лужи здорово замедляют цели, а в подожженном состоянии меняют свой эффект. Они больше не замедляют цели, а наносят несущественный урон и хорошо исцеляют блейза, если он на них стоит. Если вы обратите внимание на цифры, то догадаетесь, что здесь куда приоритетнее отхил себя, нежели нанесение урона врагу. Лужи серьезно мешают передвижению. Ваш маг будет вам очень благодарен, если вы хорошо законтролите для него пачку противников. Способность векторная, так что можно самому выбирать направление лужи, вращая ее как вам угодно перед использованием. Так что, если уж собираетесь застопить вражин, закидывайте ее прямо по траектории движения, словно расстилайте ковровую дорожку. Тут на самом деле очень важно, насколько хорошо варит ваш котелок. Соображать, когда противника лучше замедлить, а когда нужно наносить по нему урон, это, пожалуй, самое главное при игре за блейза. С опытом придет, не переживайте. А пока давайте перейдем к его ешке. А на ней у нас крайне опасный стан для врагов. Он срабатывает только, если мы соприкасаемся с ними и дает оглушение всем вокруг точки столкновения. Таким образом, можно оглушать двух, трех и более героев, позволяя нашей команде уничтожить оглушенных мощным АОЕ прокастом. Собственно, затем на поле боя и нужен Блейз. Он должен находить пути оглушения и замедления оппонентов. Реактивная тяга подготавливается, да и Блейз не так уж и быстро достигает цели, так что используйте ее наперед. Умение Блейза наносит ощутимый урон и дает ему ценную броню. С недавних пор уже не 25, а 35 единиц. Врубаем пироманию, держимся рядом с противником и эффективно впитываем дэмэдж, не получая критичных повреждений. Со способностями разобрались, давайте теперь поясню за билд. Разумеется, я его не навязываю, да и по-любому найдутся те, кто считает его сомнительным. Это абсолютно нормально, ведь сколько людей, столько и мнений. Ну, раз уже то мой гай, то и таланты здесь будут именно те, которыми я регулярно отыгрываю. На первом уровне мы выбираем адреналиновые стимуляторы. Откатываются они довольно быстро, всего 30 секунд и дарят Блейзу необходимую мобильность. Персонаж действительно неповоротливый, и данный талант на короткое время решает эту проблему. Эти стимуляторы позволяют быстрее забирать лагеря наемников, но позаботьтесь о том, чтобы ваши автоатаки поражали максимальное количество целей. Позиционируйте себя правильно. Талант обширный разлив 4 уровня позволит доставить нам еще больше проблем с замедлением. На седьмом уровне мы выбираем жарик руши. Важно как можно быстрее его настакать, поджигая лужи под врагами при любой возможности. Бонус к урону здесь особой роли не играет, куда важнее продлить время действия горящего мазута. Стоя на ней 4 секунды, мы затанчим еще больше урона. На десятом только бункер, и не потому что возгорание плохой ульт, нет. Просто функционал бункера куда шире. Это уникальная и крайне разносторонняя штука. Укрываясь в бункере, герой становится нон-таргет и исчезает с карты, получая возможность сделать пыщ-пыщ огнеметом. А он, между прочим, наносит неплохой урон. И делать это могут все наши союзники при желании. Бункер призывается с маленькой задержкой, но если кнопка уже нажата, никакой стан не прервет падение этой штуки с небес. Его также можно использовать просто, чтобы затанчить урон атакующих строений, заблощить передвижение противнику, попутно поджигая его огнеметом. Ну и, конечно же, избегать опасных способностей, укрываясь в нем. И не забывайте о броне, которую дает бункер. Это тоже приятный бонус, из-за которого следует заглянуть на огонек. По поводу конкретно использования, я также заострю внимание на том, что в нем не следует сидеть все время. Как минимум, если ваши способности не в кулдауну, имеет смысл вылезти из бункера, внести ими импакт и обратно укрыться, сразу же используя огнемет, если это необходимо. В общем, тут чисто дело практики. Берите бункер и осваивайте его. Он предлагает очень много тактических решений, а это всегда круто. Тринадцатый уровень – утечка топлива. Да, лужа мазута будет больше, благодаря таланту четвертого уровня. Прокачивая этот талант, вы будете получать пользу в виде бесплатной лужи мазута. И вам даже не обязательно кого-либо оглушать для этого. Шестнадцатый уровень – термозащита. Ценная броня и возможность использовать наш стан еще чаще. Ну и на двадцатом, конечно же, укрепленный бункер. Еще больше луж мазута и пятьдесят единиц брони на три секунды. Солидный бонус. По поводу карт, скажу, что его массовый урон особенно хорош на светилищах, копиях и гробнице. Мелочь подпалить для огнеметчика не проблема. Что же до контрпиков, то силу Блейза нельзя нивелировать полностью. Он может испытывать проблемы с антитанками, вроде Леорика или Тайкуса, да и то зачастую эти проблемы решает бункер. А вот попадать способностями по мобильным героям, вроде Трейсера или Гензи, довольно сложно. Благодарю вас за просмотр и надеюсь, что данное руководство было для вас полезно. Поделитесь мнением в комментариях по поводу этого героя и ролика в целом. Конструктивная критика будет очень кстати. Не забывайте, что я каждый день провожу стримы и буду рад ответить на интересующие вас вопросы. Только ведите себя адекватно, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, ешьте много, ешьте вкусно, не играйте в хоз, красиво.